Здравствуйте! Вы смотрите новости ТВК в студии Виктория Столярова. И прямо сейчас о главных событиях дня. Евгений Вадимович, что скажете? Слушайте, мы ничего не слышим. Мы же про свою страну не узнаем. Ничего нового. Политика Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации вооруженных сил. Подробности резонансной истории через три минуты. Она идет по намеченному плану. Все задачи будут выполнены. Ровно полгода с начала специальной военной операции в Украине. Какие итоги можно подвести за эти шесть месяцев? Участки возле площади мира будут закрываться еще с 24 августа. В мэрии рассказали об организации движения во время празднования Дня города в Красноярске. Какие улицы закроют для автомобилистов – об этом во второй части выпуска. Подарки родом из Сибири теперь в шаговой доступности. Где можно купить сувениры с сибирским характером? Норильских полицейских могут обвинить в халатности из-за гибели норильского душителя. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Речь идет о мужчине из Норильска, который нападал на женщин и пытался их изнасиловать. По версии следствия, 22 августа подозреваемого привезли в следственный отдел. Пока парень знакомился с документами, он попросил посоветоваться с адвокатом наедине. Следователи с оперуполномоченным повели их в курилку. Там подозреваемый разбежался, выбил стекло и выпал с шестого этажа здания. Парень погиб на месте. По факту халатности следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они выясняют все обстоятельства произошедшего. Сегодня ровно полгода с начала специальной военной операции в Украине. За последние шесть месяцев боевые действия привели к множеству серьезных последствий для обеих сторон. Кроме того, конфликт оказывает сильное влияние на глобальную геополитическую ситуацию. Однако сейчас независимые военные аналитики называют сложившуюся ситуацию на фронте «затишье». Основные бои идут в направлении городов Бахмут, Солидар и Северск. Там военные действия продолжаются уже два месяца. Это ключевое направление для российских военных, говорят аналитики. Взятие этих городов продвинет армию России в сторону Краматорска и Славянска. И тогда войска возьмут под контроль всю Донецкую область. По данным военных аналитиков, российская армия заняла уже 60% территории Донецкой области, половину из которых заняла в первые месяцы военных действий. То есть к этому времени темпы наступления российской армии снизились. Это и подтверждает министр обороны России Сергей Шойгу. Он называет это сознательным решением, которое обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди гражданских. От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса от перспективы и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине. Она идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены. В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Украинская сторона также высказалась о промежуточных итогах боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если раньше их сторона говорила о мире, то теперь Украина говорит только о победе. Он также отметил, что Украина намерена вернуть Крым любыми способами, цитата, не консультируясь с другими странами. Зеленский добавил, что сейчас не может быть речи о переговорах с Россией. По мнению Киева, российские власти готовы вести военные действия, но не диалог. Эксперты отмечают, что последнее время высказывания с обеих сторон стали более радикальными, и все меньше остается надежды, что конфликт удастся разрешить в ходе мирных переговоров. Политика Евгения Ройзмана задержали по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Бывшему мэру Екатеринбурга грозит до трех лет Калвании. По словам самого Ройзмана, ему вменяют статью «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России». Евгений Ройзман – популярный политик, бывший мэр Екатеринбурга, который открыто критикует власть, в том числе и за спецоперацию в Украине. За этой историей следила моя коллега Елена Армас. Она сейчас в студии. Лена, что известно к этому часу? Да, Вика, но сейчас Евгения Ройзмана задержали на 48 часов. Полиция перевезет его в Москву для следственных действий. Об этом сообщили в столичной полиции. Известно, что полиция пришла к Ройзману с обысками сегодня в 6 утра. Телеграм-канал Мэш опубликовал видео задержания. На кадрах видно, как около десятка силовиков бегают в дом, где проживает Ройзман, поднимаются на нужный этаж и после того, как тот открывает дверь, озвучивают цель визита. Позже телеграм-канал выложил видео, снятое уже в квартире политика. На нем несколько понятых силовиков и сам Ройзман стоит в углу кухни с зубной пастой и щеткой в руках и просит время, чтобы привести себя в порядок. После этого в квартире политика прошел обыск. По предварительным данным, силовики изъяли телефон. Также обыски прошли в фонде Ройзмана и в музее Невьянской иконы, которая тоже принадлежит политику. Сам Ройзман, когда его выводили из квартиры, заявил журналистам, что уголовное дело на него завели, цитата, фактически за одну фразу об Украине. При этом он добавил, что не удивился такому исходу. Евгений Вадимович, что скажете? Слушай, мы ничего не слышим, мы же про свою страну все знают. Ничего нового. Ройзман уточнил, что его обвиняют по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Максимальное наказание по этой части статьи до трех лет лишения свободы. По словам адвоката Ройзмана Владислава Идемжапова, после обыска в политика увезли на допрос Следственный комитет. Ничего не было обнаружено. В рамках этих следственных действий следователи ничего не изъяли. И, соответственно, политики были указаны. Никаких денежных средств, никакого незаконного имущества, ничего подозрительного. Евгений Славович вел себя спокойно. Он вел себя отлично, замечательно. Евгений Ройзман оставался, пожалуй, одним из последних политиков, кто открыто высказывался против власти, критиковал ее, против спецоперации также. При этом находился в России и оставался на свободе. 14 июля он опубликовал в соцсетях пост с фотографией с форума независимых депутатов с подписью «Я один на свободе». На фото слева политик Владимир Карамурза, внесенный в реестр и на агентов. В апреле ему предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Рядом с ним сидит оппозиционер Андрей Пивоваров, которого в июле приговорили к четырем годам лишения свободы за сотрудничество с нежелательной организацией. Он был директором организации «Открытая Россия», которую признали в России нежелательно в 2017 году. Крайне справа политик, депутат Красносельского муниципалитета Илья Яшин, внесенный в реестр и на агентов. Его арестовали в июле на два месяца по делу о фейках про действия российской армии. Ему грати до 10 лет колонии. Теперь Евгения Ройзмана обвиняют по похожей статье. Вообще Ройзман известный несистемный российский политик. Бывший депутат Госдумы также был главой Екатеринбурга с 2013 года. Его называли народным мэром из-за частых приемов граждан по их личным вопросам. До сих пор он пользуется большой любовью жителей Екатеринбурга. Ройзман подал в отставку в 2018 году из-за отмены прямых выборов мэров города. Он посчитал это цитата унижением по отношению к жителям Екатеринбурга. Вот что политик говорил на митинге за прямые выборы мэра в 2018 году. У Екатеринбурга это единственный миллионник, у которого нет даже долгов. Мы действительно сильный, мощный, красивый город. И мы способны сами решать и сами выбирать себе мэра. И от этого права отказываться нельзя. Несмотря на то, что с поста мэра Екатеринбурга Евгений Ройзман ушел, он остался влиятельным популярным политиком даже на федеральном уровне, на его твиттер, где он не скупится на слова в адрес правящей элиты, подписаны около 640 тысяч человек. С началом военной спецоперации он открыто критиковал ее и осуждал действия власти. За это Ройзмана уже трижды штрафовали по административным делам о дискредитации армии. Суд назначил политику три штрафа по 50 тысяч рублей каждый. Вот как тогда он отреагировал на очередное дело дискредитации. Я свою страну знаю, я понимаю, что можно, что нельзя. Ситуация меняется и просто уже то, что недовольство нельзя выказывать, это понятно. Но впереди это будут судить за недостаточно активно выраженное удовольствие, скажем так. Ну ладно, мы это все проходили, я жил когда-то в такой стране, но до такого идиотизма не доходило даже там. К слову, примерно по такому же сценарию развивалось уголовное дело политика Ильи Яшина, внесенного в реестр на агентов. В мае он получил три повестки в суд по административным делам о дискредитации армии. Однако уголовное дело на Яшина завели только в июле. Многие предполагают, что причиной стало его интервью Юрию Дудю, внесенному в реестр на агентов, где Яшин открыто высказывался против спецоперации и заявлял, что в любом случае останется в России. Евгений Ройзман больше недели назад дал интервью журналистке Екатерине Гордеевой, где тоже заявил, что не собирается погибать Россию ни при каких обстоятельствах. Политологи называют задержание Ройзмана прецедентом. Он стал первым, на кого завели уголовное дело именно за дискредитацию, а не за фейки российской армии. На сегодня суды в России рассмотрели порядка трех с половиной тысяч дел по административной статье дискредитации вооруженных сил России. Почти во всех люди признаны виновными. Получается, что за повторное высказывание против спецоперации, либо просто о спецоперации, для них может означать уголовное преследование и реальный срок, как в случае с Евгением Ройзманом. Эксперты считают, что это начало новой волны репрессий. На этом у меня все. Вика. Лена, спасибо. Я напомню, это была Елена Арма с подробностями задержания известного российского политика Евгения Ройзмана. Напомню, его официально задержали на 48 часов за дискредитацию вооруженных сил. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им с друзьями в соцсетях, заходите к нам в Телеграм или в группу во Вконтакте, подписывайтесь и следите за нашими новостями, ведь ТВК – это не только ТВ. И прямо сейчас к событиям этой минуты срочная новость. Как стало известно буквально несколько минут назад, Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей одному из родителей детей, проживающих в ЛНР, ДНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщает издание РБК. Как известно, выплаты распространяются на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременные выплаты приурочены к началу учебного года и должны быть произведены до 15 сентября 2022 года. Ответственный за выполнение этого поручения председатель правительства Михаил Мишустин. Все подробности мы расскажем в ближайших выпусках новостей, а пока продолжаем эфир ТВК. Канада ввела персональные санкции против губернатора Красноярского края Александра Уца. Теперь жителям Канады и гражданам этой страны за ее пределами запрещено предоставлять главе региона финансовые или сопутствующие услуги. Под ограничения помимо главы нашего региона попали руководители Тюменской, Брянской, Курской и Нижегородской областей. Всего в списке 27 губернаторов России. Ранее Александр Уца вместе с главами еще нескольких субъектов попал в санкционный список Великобритании. Попавшим в список полностью запретили въезд в страну, а также заморозили расположенные там активы. Сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, новости ТВК есть во всех социальных сетях. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И помните, ТВК – это не только ТВ. Перекрытие дорог и вход через рамки в Красноярске готовятся к празднованию Дня Города. Четыре дня остается до окончательного сноса скандально известного кафе-кантри на Мира. Начали ли демонтажные работы об этом после рекламы? Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-065. И мы продолжаем выпуск. В мэрии рассказали об организации движения во время празднования Дня Города в Красноярске. Помимо уже традиционных перекрытий на проспекте Мира от улицы Обороны до Перенцона, на один день 27 августа закроют участки вдоль бульвара Маяковского и сквозные проезды на Вавилово, Вузовском и Якорном. Автобусы, соответственно, пустят в объезд по Красноярскому рабочему. 27 августа также закроют участки проспекта Мира от улицы Каратаново до улицы 9 января, а также от улицы Карла Маркса до улицы Ленина. В воскресенье 28 августа для проведения спортивного забега дополнительно к Каратаново перекроют 9 января и два квартала проспекта Мира от площади Мира до улицы Парижской коммуны. Эти ограничения продлятся с 9 утра до 4 часов дня. При этом движение в районе площади Мира ограничат уже сегодня. Участки возле площади Мира будут закрываться еще с 24 августа. Автомобилисты не смогут пользоваться проездами в районе Вантового моста. Нельзя будет заехать на парковку на набережной с улицы Конституции СССР, а также воспользоваться съездами с улицы Карла Маркса на набережную в районе музейного центра и Вантового моста. На этих участках также будет, еще раз оговорюсь, запрещена основка и стоянка транспортных средств. Кроме того, жители и гостей города также просят обратить внимание на меры безопасности в праздничные дни и не приносить на мероприятия запрещенные предметы. Однозначно это стеклянные тары, в том числе в территорию, которая у нас периметром будет определена, в любом случае будет запрещено пронос любых алкогольных напитков. Это тара с высшим объемом 0,5 литров, любые легко воспламеняющие жидкости. И хотел бы попросить еще раз добавить, что по возможности не брать предметы, конструктивно схожие на огнестрельное оружие, это возможно какие-то зажигалки, имитация. Напомню, празднование дня города в этом году будет проходить три дня с 26 по 28 августа. Территория бывшего санатория Енисей площадью порядка 25 гектаров останется зоной рекреационного назначения. Такое решение приняли депутаты городского совета в ходе утверждения нового генерального плана. Ранее на этом земельном участке планировалось возвести новый жилой комплекс. Как говорит собственник земельного участка, бывшего санатория Енисей Александр Горностаев, этот участок земли он выкупил еще в 2004 году. Позже, по словам Горностаева, в 2015 году в генеральном плане появилось уточнение. Территория предназначена для рекреационных нужд. При этом, как говорит Александр Горностаев, тогда городские власти уверяли его, что это ошибка. Но сегодня на градостроительном совете статус земли остался неизменным, а значит построить то, что планировали, собственник уже не сможет. Проектировщик жилого комплекса в Удачном уверена, что это идет в разрез с законом. Генеральный план, который разрабатывался несколько лет, который все видели, в котором зона рекреации, которая была в санатории ошибочно закрашена, переделывалась под смешанную общественно-деловую застройку. Никого это не смущало. В один прекрасный момент все меняется чудесным образом и принимается без ведома собственников. Когда, согласно город-кодекса, должны были обязательно поставить в известность и дать возможность защитить и предоставить материалы. Сам Горностаев отмечает, что до прихода его компании в Удачном не было ни центральной канализации, ни электричества, ни связи. И добавляет, что готов инвестировать в город и дальше, однако городу по какой-то причине это не нужно. Такое впечатление, как будто это похоже на рейдерский захват. То есть сейчас Горностаеву мы закроем, и НИНКО мы закроем здесь возможность инвестировать. Он откажется, не может каждый раз платить налог на землю, знаете, какой большой. Соответственно, он его продаст, потом придут новые застройщики, и то же самое могут построить. А чего, вот уже готовы. Я борюсь за этот проект, потому что он начинается тяжело. А начинался Сосны, проект Сосны, очень тяжело. Горностаев вырубит все деревья. Все осталось. Получился шикарный коттеджный поселок, а микрорайон удачный. Сейчас организуют народную приемную по генеральному плану города. Пострадавшим предпринимателям, общественникам, жителям предлагают объединиться. Для этого можно позвонить по телефону 8 915 209 11 62. Отмечу, собственник земельного участка также уже готовит обращение в генеральную прокуратуру по этому факту. Здание кафе Кантри ликвидировать пока, похоже, никто не собирается. Напомню, суд признал постройку незаконно и постановил снести ее до 29 августа. Однако за пять дней до предполагаемой даты сноса в здании по-прежнему не производят никаких работ по демонтажу. Юристы отмечают, что несмотря на заявление прокуратуры, собственник здания еще может оспорить решение о сносе. К примеру, если выяснятся новые подробности дела. Пока отказ от сноса здания грозит владелице привлечением к административной ответственности и штрафам. По факту принудить владелицу к сносу невозможно. Однако, как заявляют юристы, уполномоченный орган, мэрия, прокуратура или судебные приставы могут исполнить решение самостоятельно, взыскав в последующем убытки собственника. Сувениры и одежда с сибирским характером в любимом магазине возле дома. Теперь местную продукцию под брендом «Енисейская Сибирь» можно купить в Эль-Сити. Пока стенд появился в одном магазине на взлетке, но обещают купить оригинальный подарок родом из Сибири можно будет в любом филиале сети. Дарья Тарасенко расскажет подробнее. «Буквально 2-3 ложечки, в зависимости от вкуса, добавляешь сахар или без сахара, и вот готовый сибирский кофе». Сибирский кофе бодрит, но не повышает давление. А сбитень на сибирских травах улучшает иммунитет и заряжает хорошим настроением на весь день. О своей продукции Ирина Бондарь может говорить бесконечно. Еще бы занимается этим 20 лет. А несколько лет назад ее компания стала продвигаться под брендом «Енисейской Сибири». Мы, наверное, единственная, я не знаю других компаний в Краснодарском крае, кто заготавливает, делает экстракты, то есть промышленные экстракты, более 15 трав и корней. Как раз бренды «Енисейская Сибирь» и бренд «Дары Сибири», они созвучны не только по названию, но и по сути. То есть мы выпускаем и продвигаем «Енисейская Сибирь» все самое лучшее, что у нас есть в Сибири. А сейчас новый этап сотрудничества с, пожалуй, самой известной и крупной сетью магазинов подарков и сувениров «Эль Сити». И это стало возможным не только для Ирины, а еще для нескольких предпринимателей. Все они – лицензиаты бренда «Енисейская Сибирь». Купить здесь можно мед, сбитень, варенье, толстовки, футболки, кружки и блокноты. У нас пока представлена только одна стоечка в одном магазине. Это начало этого проекта. Я так думаю, что мы будем продолжать транслировать это по своей сети. Потому что очень часто наши клиенты задают нам вопросы, есть ли у нас сувениры из Сибири и где их можно приобрести. Так что скоро «Енисейская Сибирь» возле вашего дома появится такая стойка. А еще продукцию «Енисейской Сибири» можно купить онлайн в интернет-магазине. Там выбор побольше. Вообще, конечно, приятно, что местный бизнес развивается, что местная продукция появляется в крупных магазинах. Но потому что своему всегда больше доверяешь. Ну и точно знаешь, что подарить родственнику или другу, который живет в другом регионе. Дарья Тарасенко, Александр Яблонский. Новости ТВК. В Красноярске нашли тонну подозрительных яблок. А зарплату хотят перечислять через систему быстрых платежей. Подробнее об этом и не только в рубрике «Новости коротко». Российские банки в пилотном режиме начали перечислять зарплату через систему быстрых платежей. Об этом известиям рассказали три источника на платежном рынке. Предполагается, что такой способ позволит начислять деньги по платежному идентификатору россиянина. А банк, куда поступят средства, человек сможет выбрать самостоятельно, без ведома работодателя. Сервис позволит решить проблему так называемого «зарплатного рабства», когда работодатель соглашается переводить зарплату только в определенные банки. В Красноярске изъяли из оборота 808 килограммов подозрительных яблок. О находке рассказали в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, фрукты без маркировки обнаружили таможенники. На партии из 38 коробок не были указаны производитель, условия хранения, сроки годности и другие необходимые данные. Яблоки нашли на складе на улице Промысловой. Позже они должны были появиться на полках красноярских магазинов. В итоге хозяина яблока штрафовали на 30 тысяч рублей, а яблоки изъяли. Правительство планирует выделить около 750 миллиардов рублей на программу модернизации ЖКХ. По оценкам общественного совета при Минстрое, в настоящее время самые острые проблемы в ЖКХ – неплатежи за ресурсы и ЖКУ, а также износ коммунальной инфраструктуры. По разным данным, этот показатель превышает 70%. Кроме того, отдельного внимания заслуживает вопрос износа источников теплоснабжения. Также есть проблемы, связанные с отсутствием приборов учета и их эксплуатацией. Через несколько минут новая серия рубрики «Такие сердца у шахтеров». Сегодня у человека редкой профессии на Бородинском ремонтно-механическом заводе, без которого ремонт сложного оборудования невозможен. А в рубрике «Гражданская оборона» расскажем о том, что делать, если вы встретили змею на природе. Вы смотрите новости ТВК, наш телефон 200-00-65, и мы продолжаем выпуск. И прямо сейчас новая серия проекта у работников угольной промышленности «Такие сердца у шахтеров», который посвящен юбилейному Дню шахтера. Сегодня расскажем о человеке редкой профессии на Бородинском ремонтно-механическом заводе, без которого, по сути, невозможен ремонт сложного горного оборудования. В данный момент стоит у нас двигатель ЕД-118, это тяговый, якорь с тягового двигателя электровоза. Программа установлена, делаем первичный пуск. Сейчас нам станок покажет, в каком месте, какой дисбаланс, в допуске, не в допуске. Станок покажет, а Сергей Николаевич расскажет. Восемь лет мужчина работает на Бородинском ремонтно-механическом заводе, сервисном предприятии «Соек», балансировщиком деталей и узлов. Завод занимается техническим обслуживанием, ремонтом горной техники и балансировка – неотъемлемая часть таких работ. Пять лет Сергей Николаевич был уникальным специалистом на заводе в прямом смысле слова. Работал один. Позже объемы стали увеличиваться и подключили напарника, чтобы со сложными балансировочными станками работать в две смены. Через их руки проходят все вращающиеся детали – якоря, муфты, турбины. Каждый день мы делаем от шести до восьми якорей, либораторов, от разных типов двигателей. Надо уметь создавать программы на компьютере, разбираться в чертежах. Тут есть такое терпение, надо такое небольшое, дотошность, чтобы найти причину. А бываю в разрезе, я вижу тепловозы и понимаю, что каждый тепловоз, каждый двигатель прошел через мои руки. Профессия редкая, сложная, работа кропотливая и в то же время по-своему универсальна. Ведь дисбаланс мы можем встретить и в повседневной жизни, в автомобильных деталях или даже в стиральной машинке. Если же вернуться к угольной промышленности, то можно сказать, и это не будет громко. Без таких специалистов не был бы возможным ремонт двигателей для горного оборудования и локомотивов. Если не сделать балансировку, если не оптимизировать вот этот уровень вибрации, то электродвигатель выйдет из строя по причине разрушения подшипникового узла. Поэтому это очень важно как для самой электрической машины, так и для того агрегата, где эта электрическая машина устанавливается. Через балансировку на Бородинском ремонтно-механическом заводе проходят не только детали техники Бородинского угольного разреза, самого большого в стране, но и агрегаты из других регионов. География широкая. От Брянской и Мурманской областей на западе до Хабаровского и Приморского краев на востоке. Поэтому важно обновлять и само ремонтное оборудование. За последние 10 лет на предприятии значительно обновился парк техники. По инвестиционной программе СОЭК приобретено высокоточное, высокотехнологическое, автоматизированное оборудование, позволяющее осваивать новые виды продукции и делающее работу более эффективной и безопасной. За 8 лет завод серьезно изменился в плане даже внешне, внутри. Если вернуться 8 лет назад, просто не узнаешь завод. И оборудование, вот это все оборудование, в том числе и у нас, вот такие станки в механическом, в горном, в РПСе. Очень много нового оборудования закуплено. Коллектива больше стало на порядок. То есть, ну и, соответственно, выпускаемые продукции больше. Актуальные темы импортозамещения, причем и для самого завода, и для потребителей, заказчиков различных запчастей. В перспективе развития предприятия до 26-го года планируется увеличение объемов производства в два раза. Поэтому не исключено, что потребуется и третий балансировщик, а может быть и четвертый балансировщик. Есть в работе балансировщика что-то ювелирное. Может, здесь нет такой романтики, как в искусстве работы с платиной и драгоценными камнями, но само понимание эксклюзивности и нужности профессии дает понять, балансировка двигателей во многом основа непростой горнятской работы. Красноярцам напомнили о необходимости оплаты услуги обращения с ТКО. В компании Ростех рассказали, что продолжают исполнять обязанности регионального оператора на территории Красноярской правобережной технологической зоны. Вывоз мусора продолжается на регулярной основе. Офисы для физических и юридических лиц работают по привычному графику, а начисления производятся за предыдущий месяц оказания услуги. Оплачивать коммунальную услугу необходимо, как и прежде, а в случае игнорирования квитанции могут последовать санкции. Именно поэтому в компании просят не задерживать платежи и не откладывать их в долгий ящик. В компании добавили, что у них работает колл-центр, через который можно задать все интересующие вопросы. Номер вы сейчас видите на экране – 219 0505. Оплачивать услуги по вывозу мусора необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата коммунальных услуг в установленный законом срок – это обязанность жителей, гарантия исключения рисков, пений, штрафов и судебных исков, отмечают в компании. Способы оплаты можно найти на сайте компании Ростех. Ссылку вы видите на экране. Сейчас в эфире рубрика «Гражданская оборона». Каждую среду на ТВК специалисты Краевого центра ГОЧС отвечают на вопросы, связанные с безопасностью. Сегодня о том, что делать, если вы встретили змею или другое дикое животное на природе. Подробнее об этом расскажет исполняющая обязанности директора центра ГОЧС Наталья Григорьева. Здравствуйте! В летний период и осенью возникает возможность встречи в лесу на природе с дикими животными. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно себя вести, если вы встретились с медведем или увидели змею. Особо будьте осторожны те, кто планирует посетить природный парк Киргаки. Там всегда много медведей, поэтому рекомендуем отдыхать на территории парка, на базах отдыха, а не в палатках. Одно из главных правил – если вы разбили лагерь в лесу, не оставляйте пищевых отходов. Это привлекает хищников. Нет смысла также закапывать пищевые отходы поглубже. У медведя очень острый нюх. Пищевой мусор туристам лучше сжечь, а владельцам дач и домов в деревне – вывести отходы на свалку. Еще один момент. Предположим, вы заметили в лесу остатки мелких животных или куски рыбы. Ни за что не подходите поближе. Скорее всего, это обедал бурый медведь. И если застать его с добычей, он почти 100% перейдет в нападение. Если вы заметили дикое животное издалека и хотите его сфотографировать, обязательно выключите вспышку, так как это может разозлить медведя. Кстати, человека медведь чувствует за 30 километров. Держитесь подальше от детенышей зверей. Не подходите к раненым животным. Это очень опасно. Но, как правило, хищник сам старается обойти человека стороной. Особенно, если тот громко разговаривает и производит шум в лесу. Когда движетесь по тропе, разговаривайте, пойте. Но если все-таки хищник попался на вашем пути, категорически запрещено убегать. Ведь тогда у медведя срабатывает инстинкт. Он хищник, вы добыча. Кстати, медведь развивает скорость до 50 километров в час. Так что убежать от него точно не получится. Не паникуйте и не поднимайте шум. А при приближении зверя поднимите над головой рюкзак. Ведь этот хищник боится всего неожиданного и крупного. Не смотрите ему в глаза. Это вызовет с его стороны агрессию. Если медведь начинает, глядя на вас, делать выпадки в вашу сторону, это сигнал. Вы нарушили его территорию. Он как бы говорит. Уходите. Уходите. Уходить надо тихо, без резких движений. Ни в коем случае не поворачивайтесь к хищнику спиной. Если вблизи есть скала, двигайтесь спиной вперед туда, а затем попытайтесь влезть как можно выше. Но можно и показать, что вы готовы защищаться. Можете повышать голос, но нельзя имитировать речание зверя или вопить пронзительно. Результат будет обратным. Если хищник уходит сам, быстрее покиньте опасное место. Бегите и издавайте побольше шума. Кричите, свистите, привлекайте внимание других людей. Кроме медведей, при выездах на природу стоит опасаться и змей. Например, в Национальном парке столбы и на Мининских столбах. Там водятся уш, гадюка и щитомордник. Если вы встретили на своем пути змею, спокойно обойдите ее стороной. Как правило, первыми змеи не нападают, если их не трогать. Поэтому при прогулке в лесу всегда смотрите себе под ноги. Если же вы нечаянно наступили на змею и она вас укусила, необходимо срочно обратиться в больницу для введения противоядия, противозмеиной сыворотки. Рекомендуем также провести отсасывание яда. Но оно должно проводиться в первые 5-10 минут после укуса. Потом оно уже не так эффективно. Учитывайте данную информацию и смотрите рубрику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин